Травма у кошки, да, достаточно такая серьезная тема, когда он у нас справится дома, а когда необходимо везти в клинику. Она вышла немножко сумбурная, давайте определимся с вами, да, если у нас с вами травма не сильная, да, мы понимаем, что у животного есть какая-то не страшная патология, да, мы хромаем на лапку, у нас при этом все, самочувствие хорошее, аппетит хороший, все хорошо, мы не наступаем на лапку, да, то есть мы понимаем, что в целом мы ее пытаемся постоянно сохранить, да, мы прячем лапку при ходьбе, особо на нее пытаемся не опираться. Какая-то счесаная рана, которая не кровит, да, нет только шерсти, там, где-нибудь ударились, там, поцарапались или так далее, да, в таком случае, в таких случаях, да, мы можем обрабатываться обычным раствором хоргексидина, да, но на 5% несколько раз в день, обычным ватным спонжиком таким, либо каким-то тампончиком, да, который протирает поверхность от бактерий и всего остального. Перекись, кстати, в этом случае не самый лучший вариант использования, потому что перекись убивает как и хорошие ткани, так и плохие, то есть она убивает, по сути, грубо говоря, все в этом месте. Нанесение мази вевомиколь, которая является мазью такой, ну, условно антибактериальной, да, антибактериального эффекта особо в этом нету, она больше является заживающей, заживляющей раны, регенерирующей их. Главный важный момент, мы не даем слизывать эту мазь с поверхности, получается, лапы антибактериальной поверхности у животного, для того, чтобы мы не провоцировали у животного рвоту. Иногда необходим ветеринарный воротник, да, потому что все наши старания могут быть до одного места, если животное все равно интенсивно интересуется этим местом повреждения, вылизывает, кусает его, это зудит и так далее. Из того, что можно сделать в таких случаях дома, это использование мелоксивета суспензии по одной капле один раз в сутки, да, в течение двух-трех дней для того, чтобы справиться с этой проблемой. И, естественно, ограничиваем подвижность, да, в течение большего периода времени, ниже, чем даже принимаем медикамент. Почему? Потому что в таком случае мы будем говорить о том, что эти проблемы, связанные с болью, пройдут на обезболивающих, но, конечно, может быть еще не до конца восстановлены. Так, у кошки открытая рана, которая кровит, с ней что-то страшное, да, что необходимо делать до условия, до момента попадания в клинику, да. Мы не используем жгуты, если у нас идет какое-то кровотечение, потому что пережатые сосуды с конечностями потом намного сложнее восстановить, нежели чем побороться с кровотечением таким вот способом, да. Мы обрабатываем полив рану, если мы нашли такое животное на улице, или это случилось на улице, даже обычная, может, с какой-нибудь водичкой, да, можно обычной проточной водичкой, без разницы как, нам необходимо убрать. Всю грязь с раны, да. Мы, по сути, используем такой, как эффект мыла, то есть мы смываем эти бактерии, да, с раной для того, чтобы условно сделать ее чистой. Обрабатываем все тем же 0,5% раствором флорексидина, можно использовать перекись, но нежелательно, да. Берем любую какую-нибудь ткань, кофту, футболку, клеенку, какую-нибудь, я не знаю, там, полотенце, да, для того, чтобы взять и закрыть эту рану несколькими слоями, для того, чтобы прекратить, либо уменьшить выделение крови из той конечности, где она сейчас происходит, да. Вам, в общем, тугую повязку эластичным битом, который видно на слайде, да, его тоже можно купить в любой аптеке или ветеринарных клиниках. Эта повязка может находиться даже вплоть до нескольких часов на лапе, да, до того момента, пока вы приедете в клинику. То есть без каких-либо последствий на то же самое время она будет тугая и обеспечивает нормальное пережатие лапы в этом месте, где происходит кровотечение, да. И, естественно, лучше перестраховаться и показать именно эту лапу лучше хирургу, да, для того, чтобы хирург сказал, нужно ли нам что-то еще, возможно, какие-то антибиотики, возможно, рану необходимо подшить, возможно, это живет самостоятельно, но действительно необходимо немножко перестраховаться. То есть это вот такой вот маленький базовый набор, когда у нас есть собаки с котами в одном доме, либо же мы выходим на улицу погулять, и мы подвержены этим риском, который необходимо иметь дома до того момента, чтобы уменьшить количество инфекций в ране, да, и в то же самое время постараться справиться и оказать хотя бы какую-то первую медицинскую помощь животному в домашних условиях. Если у нас происходят какие-то проникающие раны, огнестрельные ранения, к сожалению, нередкость у животных и так далее, да, что мы должны делать, да? Любые какие-то проникающие травмы нельзя доставать самостоятельно, потому что если рана сейчас не кровит, это не значит, что она не начнет резко кровить, как только мы изымем этот, получается, инородный предмет из лапы, будет какой-то крючок, какая-нибудь иголка, будет какая-то, в этом случае, труба, к сожалению, вот такая тяжелая ситуация и так далее. В этом случае мы срочно привозим в клинику, не трогая этот момент, эта лаконечность, да, которая, скорее всего, поражена, предварительно зафиксировав животное на плоской поверхности. Лучше всего подойдет не переносочка какая-то, а коробка, потому что животное в этом случае мы видим, как дышит, как реагирует и так далее, и, естественно, можем его немножко рукой придерживать, чтобы мы не двигались, как нам хочется, да, переглаживались постоянно, потому что в таком случае может быть смещение этого предмета и, естественно, развитие кровотечения. То есть в переноске это сделать крайне трудно, нежели чем в какой-то такой вот коробке. Левомиколь же горький, как он его слижет, поверьте, отлично слижет, будет потом рвотный рефлекс, но слезать он его точно захочет, да. Что может случиться с котом после падения с высоты, да, когда мы любим такие наши летчики-самолетчики, да, либо какие-то автотравмы. В самом лучшем случае ничего, так как мы с вами видим, что у животных действительно может быть 9 жизней, да, и страшного то, что может произойти, это ушиб, да, это определенные травмы лап, хвоста и головы, то есть то, куда мы приземлемся. Здесь была определенная гиф-анимация, прошу прощения, почему это сейчас не видно, было проведено многие эксперименты, я думаю, может быть, даже экспериментировали дома сами, как с котами, немного с издевательством, да, брали кота, поднимали его наверх и отпускали его с небольшой высоты на какую-то мягкую поверхность на кровати и так далее. Чаще всего, пусть и не всегда, но у животных срабатывают рефлексы у котов, когда они переворачиваются на лапы и становятся всеми конечностями перед приземлением, да. Не у всех это происходит, но чаще всего это происходит, именно поэтому при падениях чаще всего именно происходит ушиб, травм лап, хвоста и головы, да. В более тяжелом случае это переломы лап, ребер и хвоста, то есть в зависимости от того, какой частью тела мы приземлимся, либо же где был произведен удар машиной, да. Сломанная челюсть, частая проблема, когда у животного все может быть хорошо, но мы не кушаем, да, это может быть проблема связана с этим, или какой-то вывих челюсти. Внутренние разрывы органов и кровотечения более страшные такие проблемы, да, с которыми сталкиваются литереварные врачи и которые крайне трудно определить в домашних условиях. Пневмоторакс, это накопление как раз воздуха в грудной клетке, гемоторакс, да, это наличие жидкости в грудной клетке, крови и диафрагмальная грыжа, это как раз разрыв диафрагмы после падения и частое осложнение у котов, когда разрывается на фоне резкого удара диафрагма, да, и после этого происходит вот такая вот проблема, когда органы брюшной полости выпадают в грудную клетку. Так, пойдем с вами дальше. Когда снаружи все может быть хорошо, а внутри, да, происходит вот такая вот ситуация. Это, конечно же, не котик, а йорк, это у нас был такой случай, когда пациент был доставлен в клинику из такой ситуации, когда у него все вроде было нормально, была автотравма, животное отлично реагирует, никаких проблем у него нет, да, активно даже просится покушать. Смотрим, осматриваем его со всех сторон, вроде никаких проблем у нас нет, да, вроде бы все хорошо. Проходит полчаса времени, и мы видим картиночку справа. Тот же самый йорик, который только что был стабильный до этого, он отказывается от еды, он становится более вяловатым, мы обращаем внимание на его брюшную полость, на его животик, и видим образовавшуюся либо большую гематому, либо кровопотек. Это может быть как и на фоне обычного ушиба, да, и боли, болевого синдрома, как и указывает на наличие внутреннего кровотечения, разрыва какого-то органа, да, поэтому не всегда мы можем до конца сказать, что если мы осмотрели животное вот сейчас, да, после падения, автотравмы и так далее, что через 10, 20, 30 минут, через 20 часов там и так далее, животное будет точно в таком же состоянии. То есть самый важный момент после таких вот ситуаций – это наблюдение суток после этой процедуры в домашних условиях, в сценарии и так далее, потому что все проблемы, которые у нас есть, не проявятся в течение суток, если они имеются в организме животного. Вот этот слайд можете для себя сфотографировать, да, почему это происходит именно вот так вот, да. Определяем состояние кота. Нам необходимо понимать после какого-то падения, либо после какой-то автотравмы, все ли у нас хорошо с неврологической точки зрения и с ментальной, да, можете это сфотографировать. Это слайд. Название можно не запоминать, главное – видеть фотографию. Мы сами видим нормальные зрачки у кота в нормальном состоянии, и все, что находится ниже и указано здесь, это уже является ненормой. То есть мы видим, что первая и последняя картиночка одинаковая, да, но нормальные зрачки, которые не меняют свое положение и не реагируют на свет, это является как раз уже проблемой, с которой сталкиваются ветеринарные врачи в своей практике для того, чтобы определить, насколько у нас нет черепно-мозговой травмы и так далее, да. Если у нас есть хотя бы одна, кроме нормальных зрачков, ситуация из указанных на слайде, прошу прощения, то нам необходимо срочно ввести животное в клинику, да. Мы видим тоже у кота, может быть, разные зрачки разных размеров, то есть вот асимметричный получается медриаз, и это, как раз, указывает на определенные повреждения головного мозга, либо их отделка, которые необходимо лечить только в домашних условиях. Как мы можем с вами это определить, состояние зрачков в домашних условиях, да, как определить вообще, есть ли реакция, нет ли реакции. У нас с вами у всех есть смартфоны, половина даже, я думаю, смотрит лекцию на смартфонах, и у всех есть доступ к фонарику, да, как по такому вот обычному фонарику, который у нас есть. Как мы с вами это определяем? Мы с вами сейчас посмотрим в домашних условиях. Мы берем, преподносим телефон с включенной камерой, закрываем один и второй глаз животному нашей рукой. После чего, когда мы зажали его одной рукой, мы открываем глаз и резко наводим туда, вы видите, поток света с нашего фонарика. И наблюдаем за реакцией зрачка. Сужается он или расширяется на эту реакцию. В норме, получается, зрачок должен сужаться на наличие светового импульса, который идет, получается, на глаз направлено. То есть, когда мы наводим на него источник света, в этом случае мы видим, что зрачок либо сокращается, либо не реагирует на свет. Это то, что мы можем сделать в домашних условиях. То есть, при проведении данной процедуры у вашего животного вы можете увидеть вот такую вот ситуацию. Сейчас я вам покажу эту проблему. Вот, смотрите. Вот, видите, зрачки у нас расширяются, сужаются. Точно такую же картину вы будете видеть у своего животного в норме. То есть, реакция на свет, которая происходит у животных. Вот такое вот маленькое видео. Полин, отлично сразу на ваш вопрос, но постараюсь, чтобы не задержаться, встретить все-таки в конце лекции. Почему проводится остеосинтез животным и другим животным через несколько дней после перелома? Потому что необходимо вначале адекватно животное обезболить, справить с возможными другими последствиями, которые у нас есть. Ортопедию мы откладываем всегда на потом, потому что есть часть переломов, которые, если они без смещения, возможно, ортопедия скажет, что их не стоит, да, получается, собирать в целом. Они могут срастить и самостоятельно при определенных фиксирующих повязках. В некоторых случаях есть ряд других проблем, а проблемы, связанные с переломами, это все-таки проблема, пусть и сложная, и страшная, но не экстренная. Это проблема, которая можно пока что на ограничении подвижности. Животность переломана на лапе, вряд ли будет куда-то бегать и прыгать и усугугать эту проблему. Лучше дождаться стабилизации полного состояния, только после этого проводится уже ортопедия. И тоже, наверное, один из факторов, наверное, тоже важным, это то, что не всегда на смене есть практикующий врач-терруль-кортопед, ему тоже для операции необходимо подготовиться, ему необходимо время, менять определенное количество инструментов, да, спиц и всего остального, которые подходят именно этому животному, да, коту там, или-то собаке, в зависимости от его веса и места перелома, и в таком случае подготовиться к операции. Вот, пойдем с вами дальше. На что следует обратить внимание при падении с высоты или автотравме, да, происходит осмотр ротовой полости, да, это очень важный момент, на который мы обычно не обращаем внимания, осмотр болезненности, конечностей и живота, то есть вот таким вот образом двух сторон, нажав на животик, вы можете пропальпировать ваше животное и понять, есть ли какие-то болезненные ощущения у нас или нет, да, определенные травмы глаза и ориентация в пространстве, то есть вы ставите ваше животное и смотрите, отходите от него на метр, на два, зовете его к себе и спрашиваете, там, мурчик, кисик или тому подобное, реагируете, смотрите, животное видит вас, реагирует на вас на звуке или нет, идет к вам или действительно у него может быть нарушена ориентация в пространстве и в целом движение. Все это будет указывать как раз на проблемы, о которых мы говорили. О более страшных проблемах, да, когда все совсем плохо, да, это когда мы видим вот такую вот проблему на рентгенографии, да, вот такие вот снимочки, когда у нас либо полностью переломаны в позвоночнику животных, либо идет смещение и контузия спинного мозга, да. Очень грустный слайд, потому что в таком случае нам необходимо при падениях, либо в травмах, либо же экстренная и очень дорогостоящая операция с очень маленьким шансом на восстановление, то есть все зависит от того, сколько времени прошло, когда состояние животного такое произошло, да, момента перелома, насколько ярко выражены переломы у этих животных, насколько длительное смещение этого спинного мозга, либо зажатия происходит. То есть есть шансы, которые могут говорить о более хорошем исходе, есть шансы о том, что животное получается стабилизировать, да, с другими его проблемами, и ситуация некритическая, но пациента нельзя оперировать, либо операция будет бесполезная. Поэтому в некотором случае пациент остается инвалидом, да, это животное, за которым необходимо ухаживать всю жизнь. То есть чаще всего при таких вот страшных переломах, если животное будет сказано грубо, но в прямом смысле слова не погибает от этих последствий переломов в течение ни с каких суток, да, после стабилизации, то, к сожалению, получается это животное, за которым необходимо ухаживать всю жизнь. То есть животное не может, так как по позвоночнику идет спинной мозг, да, который полностью, либо же частично травмирован, и его может восстановиться, может нет. И если это восстановление не произошло, то нервные импульсы, да, то есть нервные окончания, за которые отвечают, то есть когда я притрагиваюсь к своему пальцу, да, я понимаю, что я притрагиваюсь, потому что вот это нервное окончание от моего пальца пошло до головного мозга и вернулось обратно к пальцу. Я понимаю, что сейчас я трогаю свой палец, да, то есть это происходит в мгновенном организме. Если происходит перелом позвоночника, да, или его там смещение какое-то, то зачастую у этих животных нарушается вот эта иннервация, то есть организм не воспринимает эту конечность, там, или, ну, часть тела, которая, где произошел перелом, как свою, и поэтому, естественно, не может мочиться, потому что она не чувствует мочевого пузыря, не может ходить в туалет самостоятельно, мы ходим в туалет только с помощью врачей, медикаментов, либо владельцев, которые за нами ухаживают и так далее, да. Но при этом всем у нас может быть хорошее самочувствие и аппетит, то есть, да, такие животные действительно есть. И, к сожалению, в некоторых случаях, когда мы понимаем, что животное может либо ухудшаться, либо животное неоперабельное, либо у нас нет возможности помочь ему операционно, либо же по времени, либо по финансам, да, в таких случаях, когда мы видим вот такую страшную картинку, как указано на картинке первой, да, более гуманно такое животное эфтонозировать, потому что животное 100% погибнет, да, вопрос только когда, либо же если за ним просто никто не будет ухаживать. Поэтому более гуманно провести эту процедуру без боли, нежели чем животное от последствий болезненных ощущений будет проходить этот процесс естественным путем. Что делать, когда происходит подозрение на перелом лапы, да? Видим вот такие вот страшные переломы, скольчатые, вот такие вот выгнутые лапки у котиков. Мы не двигаем без надобности, да, только лишь для того, чтобы доставить его в клинику, такое животное, не более того. Симптомы, которые могут указывать на перелом, это симптомы, которые в месте предполагаемого перелома мы будем видеть либо припухлость, либо же сильную боль, либо неестественное положение лапы. Мы видим, что лапа в норме, у животного вот так вот находиться в этом состоянии не будет. Из того, что мы можем дать дома, это те же обезболивающие, которые никак не повлияют на состояние животного, кроме болевого синдрома. Это тот же габапентин, который указан на слайде, да, и мелоксивер, сделает нас более спокойными, более лояльными, и, естественно, получается, мы уже проводим рентгенографию с осмотром врача. Возможно, кроме перелома есть какая-то открытая рана, которую необходимо зашить. Возможно, есть какая-то проблема, которая требует антибиотика в этом случае, да? Никаких шин и гипсов, да, и лишних движений слабой мы не наносим на животное, потому что эта практика ветеринарной медицины не делается в отличие от людей. Мы делаем максимум какие-то фиксирующие повязки и, в целом, получается, обездвиживаем животное на то время, пока не проводим остеосинтез, да? Это процедура по сбору костей нашими ортопедами, хирургами, коллегами. Вот такие вот страшные вещи можем обнаружить при падении у котов, когда все хорошо, мы бегаем, мы прыгаем, но почему-то мы не кушаем, да? У нас нет никаких последствий. Мы ходим в туалет, все у нас хорошо, да? Мы обнаружим в ротовой полости вот такие вот отверстия. У маленьких котят, щенков, кто занимается разведением животных, тоже могут обнаруживать такую проблему, так называемая расщепленная верхняя неба, да? Она может происходить как врожденная патология, так называемая волчья пасть, да? У собак и у котов. К сожалению, чаще всего, если такие животные не оперируются или не доживают для определенного времени операции, такие животные погибают, потому что все молоко, вся еда поступает через отверстия, получается, в дыхательные пути животного, естественно, животное может погибнуть от этого, либо же проводится операция по устранению вот такого эффекта. При падении с высоты вот это небо ровно напополам, либо вот таким отверстием может полностью треснуть у котов, и, к сожалению, тоже потом необходимо проводить операцию по его сшиванию, так как животное просто элементарно не может питаться. Конечно, в таком случае животное должно получать еду, поэтому таким животным устанавливаются либо же через нос, либо же ставится во время операции анестезии трубка, которая идет сразу же в желудок, и с помощью определенных диет и кормов мы питаем животное вместо него, да, пока мы не можем самостоятельно кушать. Конечно же, я вам уже показывал это, по-моему, видео, одну секундочку, когда наш с вами котик прыгал, одну секундочку посмотрю, котик прыгал с высоты, и у него тоже, к сожалению, была проблема, связанная, получается, с тем, что у него разорвался мочевой пузырь. Не буду сейчас сказать видео, не буду тратить время. Смысл в том, что при падениях может разорваться как и органы внутренней полости, так и грудной клетки и так далее, да. Частые осложнения – это именно какие-то травмы, гематога, ушибы, переломы, но из более серьезного – это внутренние кровотечения, разрывы мочевого пузыря, то есть то, что необходимо обратить внимание при осмотре животного в клинике – это наличие внутренних кровотечений, УЗИ, которые делаются в течение минуты-двух, и наличие жизнеспособности органов полостных, да, это матка, мочевой пузырь и так далее, чтобы они были в целости и сохранности после таких травм. Вот так вот выглядит на рентгене разрыв мочевого пузыря, да, мы вводим животным уртральный катетер, половой член, либо влагалище, да, вводим определенный препарат, который на рентгене позволяет убедить разрывы, если они есть, то есть в норме должен быть вот такой кругленький шарик белого цвета, и эти препараты помогают нам определить, есть у нас разрывы мочевого пузыря. Вот, либо же мы видим, что сформированного круглого такого предмета, который говорит о наличии мочевого пузыря, у нас нет, следовательно, мы говорим, что вся эта моча вытекает наружу, и у нас есть полностью все показания для проведения операции по сшиванию самого этого мочевого пузыря. Что мы еще из важного можем найти? Вот диафрагмальная огрыжа, мы с ней неоднократно не говорили, вот так вот ее можно увидеть на рентгене, да, это выпадение органов брюшной полости в грудную клетку из-за разрыва диафрагмы, да, вследствие падения с высоты, автотравмы или тяжелого удара ногой, к сожалению, даже с тяжелого удара ногой у животных эта проблема может произойти. Это одна из возможных причин тяжелого дыхания после каких-то травм, да, там, падений с высоты, автотравм и так далее, потому что просто рвется диафрагма, и мы видим, что часть желудка либо целиком, либо кишечник просто в месте, где он должен был находиться ранее, он просто перемещается в грудную клетку, где для него, в принципе, места особо нету, да, и из-за этого, естественно, у животного возникает и болезненное ощущение, дискомфорт и тяжелое дыхание. Что еще мы можем, в точке зрения, как для студентов, это уже больше информация и для врачей, нежели чем для владельцев, извините, если вам будет немного скучно, что мы можем из важного найти на рентгене, да, это пневмоторакс, это накопление воздуха в грудной клетке, либо же жидкости, да, там, гемотораксы, накопление воздуха в грудной клетке из-за значительной травмы, да, или проникающей раны в грудную клетку. То есть как это определить на рентгене? Мы можем видеть, что сердце, которое должно находиться в норме на грудной клетке, вот этой кости, да, оно немного приподнято, и вот это черненькое пространство, да, наличие воздуха в грудной клетке говорит как раз о том, что получается, когда у нас есть разрыв между нашей грудной клеткой и нашим сердцем, будет указывать наличие воздуха, которое попало в грудную клетку. Накопление этого воздуха может быть из-за значительной какой-то травмы, однократное накопление, либо из-за проникающей раны. У нас есть, грубо говоря, дырка, через которую этот воздух начинает постоянно заходить в грудную клетку. И пока мы не осмотрим в грудную клетку наличие проникающих ран, этот воздух будет накачиваться, сколько бы мы не откачивали от воздуха оттуда извне. То есть происходит аспирация, это откачка воздуха из грудной клетки с помощью определенных приборов, это определенных игл, так называемых. В тяжелых случаях, когда идет накопление крови, либо воздух накапливается постоянно даже после устранения дефектов, необходима постановка плевральных тренажей. Это определенные гармошки, такие структуры. Трубки заносятся в грудную клетку животного, благодаря которым мы можем контролировать, какое количество жидкости или воздуха там сейчас находится, чтобы постоянно не тыкать животное 300 раз и не откачивать ему жидкость и воздух постоянно из грудной клетки. Эту процедуру, к сожалению, необходимо делать только в клинике. Что не работает при травмах? Вот такой вот страшный-страшный для вас слайд сделаю, да? Какие-то травматины, травмели, гомобиты, дуфолайты, травмолы, конторены, все это не работает, да? Это либо же медикаменты, которые не работают из-за того, что это не гомеопатия, либо они просто не блокируют эксцентр боли, которые возникают у животного. Никакого противовоспалительного, обезболивающего эффекта у животных они не достигаются, и, к сожалению, это выброшенные деньги и бесполезно введенные медикаменты в животное. Вот. Поэтому из выводов нам необходимо лучше потревожить врача, уделить ему время, получается, это не стоит никаких финансов и совсем небольшое количество времени, и набрать, объяснить ситуацию, да? Чем всю ночь не спать с этим животным, переживать и волноваться, все у нас будет ли хорошо. То есть мы видели, что есть внутренние повреждения, а есть внешние, которые можно определить сразу, как и спустя время. Оценка состояния у вас происходит после того, как вы обнаружили такое животное после этой процедуры в течение 5-10 минут после обнажения проблем, да? Понимая, насколько все серьезно, насколько частое дыхание, есть ли аппетит, есть ли рвота, дезинвитация в пространстве и тому подобное. Если у нас есть какое-то снижение аппетита, какая-то сильная боль, апатия, снижение температуры тела, либо потеря сознания, конечно же, в этой ситуации нам необходимо и лучше, да, брать и привести все-таки на осмотр врачу, перестраховаться, чтобы потом не иметь больших проблем с точки зрения медицины и жизнеспособности самого пациента, так и с точки зрения финансов. По поводу ваших ответов, смотрите, вопросов. Можете уже их задавать, если я вас сдерживал, извините. Каким препаратом коррестуетесь при рентген-диагностике? Если мы говорим про использование рентген-диагностики разрыва мочевого пузыря, то мы используем такой медикамент, как Омнипак. Да, это медикамент, который используется для диагностики разрыва мочевого пузыря у животных в целом. При негенографии подозрения на грыжу диафрагмальную вводится контраст желудок. Не всегда, не буду вас обманывать. Опытные врачи рентген-диагностики могут поставить этот диагноз просто при проведении рентгеновских снимочек в несколько проекций. На боку лежа, когда животное, когда лежит на спине, либо же на животике. Можно это обнаружить даже без рентген-контрастного вещества. Но в целом, получается, при рентгенографии, если мы сомневаемся, мы можем выпаивать такие медикаменты, как БАРИ. Это такой препарат, который мы выпаиваем животному через ротовую полость, для того, чтобы подсветить, да, БАРИ отлично видно на рентгене, и мы можем видеть, как он идет дальше по нашим структурам желудочеречного тракта. Но есть одна маленькая оговорочка. При введении БАРИ необходимо определенный цикл, либо череда этих снимков. То есть мы не можем ввести этот БАРИ через 3 часа или через 8 произвести только рентген. Мы таким способом делаем, когда мы подозреваем какой-то инородный предмет, и то не всегда. Делается это образом таким. Мы делаем нативный снимок, да, это снимок, который до введения этого медикамента. Потом мы сразу же вводим этот снимок в течение 5-10 секунд. Мы сразу делаем снимочек после введения этого препарата выпаивания, да. Мы смотрим, как он идет по пищеводу, нет ли каких-ли патологий, которые доходят до желудка. Потом делаем через 30 секунд, через минуту, делаем этот снимок повторный, чтобы посмотреть, ага, дошло ли все до желудка, да, все, что мы выпаили или нет, как оно находится в желудке, нет ли взрыва органов желудка нашего. Потом мы делаем через час, через два, через три повторные снимки для того, чтобы посмотреть, оно стоит в желудке и дальше никуда не идет. Либо же, получается, мы говорим о том, что это петля кишечника мы видим уже в грудной клетке, либо же она прошла дальше. То есть мы по движению этого бария определяем, есть ли у нас где-то разрыв. То есть мы видим, что в каком-то месте этот барий просочился и пошел не так, где надо. Либо же, если мы видим, получается, что у нас эта петля кишечника находится уже не в брюшной полости, а в грудной. В принципе, варианты вот такие. Так, друзья, жду еще ваши вопросы. И спасибо за ваше терпение, что вы меня столько времени не вытерпели, мы с вами задержались довольно значительно. Теперь у меня будет одна к вам просьба. Пишите пока сейчас на мой вопрос. То есть, например, мелоксивед 6 капель на 6 кг веса передозировки не будет? Нет, не будет, если я могу использовать на 6 кг веса 6 капель этого препарата. Да, все верно. Все верно, Татьяна. Единственный побочный эффект от мелоксивета, и то в основном больше от его длительного применения, либо индивидуальных особенностей организма, это будет небольшая и незначительная диарея. Вот расстройство стула. Но как только мы отменяем этот медикамент, мы сразу же, получается, говорим о том, что эта диарея у нас проходит. Да, это единственный побочный эффект, его из токонка возникает в порядка 15% случаев у животных. Да, транспортование до клиники так само, как и собак, на твердик поверхности и сфиксации. Да, все верно, они ничем не отличаются. Главное, чтобы только меньше мы их трогали. Вот, то есть, единственное отличие от собак. Продолжение следует...